Дорогие мои, с вами на связи Викана. Сейчас хочу показать такой расклад. Выбор из двух партнёров. Ну вот, например, у вас есть партнёр. Ну, либо муж, ну, мало ли кто. И вы встречаете каким-то образом, бывает так, знаки судьбы, да, кого-то другого, и вы не можете определиться, что же всё-таки вам делать, планировать своё будущее. И вот в этом давайте я попробую сейчас разобраться и показать вам данный расклад. Итак, что вас может удерживать при старом партнёре? Ну, при первом партнёре. А может быть и при старом. Знаете, всякое бывает. Шучу, конечно. При старом партнёре. При старом партнёре вас удерживает, возможно, долгое количество прожитых лет, либо долгое время отношений. Привычка, видите, да, созависимость. Чем-то, возможно, вы жертвуете в этих отношениях. И, возможно, вам этот человек не нравится, но вам приходится по каким-то обстоятельствам находиться с ним рядом. Аркан повешенного, он себя показывает какую-то всё-таки тяжёлую ношу, либо долгие отношения, но которые пришли уже, знаете, к отношениям наоборот. Вы уже видите, не так, когда встретились с этим партнёром, была, возможно, любовь. Сейчас всё видится под другим углом совершенно. Некая ноша, тяжёлая ноша. И вот эта ноша вас всё-таки удерживает. Ну, я говорю, некая созависимость, некая жертвенность. Может быть, знаете, бывает такая ноша, которую нести тяжело, но и бросить жаль. Надеюсь, вы знаете, о чём я вам говорю. Я не буду много карт раскладывать, потому что по одной карте можно рассказать очень многое. А что вас притягивает в новом партнёре? Во-первых, я вижу здесь запретный плод сладок. Новый партнёр может быть занят другой женщиной. И, возможно, хочется быть с ним рядом, потому что он не ваш. Далее. Новый партнёр. Возможно, вам хочется ему чем-то помочь. Да? Вы, может быть, считаете, что он несчастлив. Но женщины часто стараются помочь мужчинам в чём-то. Также, что ещё хочу сказать, что в нём притягивает, вам кажется, что он будет более постоянный. Вот он кажется более основательным, более постоянным. Может быть, какой-то молчаливый человек, неразговорчивый, загадочный человек такой, да? Но здесь некая стабильность. Вам кажется, что вот он будет только с вами, сидеть только рядом с вами, смотреть только на вас. Но некая стабильность. Вот это вас, конечно же, притягивает к новому партнёре. То, что вы хотели, наконец, чтобы человек, возможно, ну, вот мужчина, сидел дома постоянно, был домашним, да? Таким. Никуда не ходил. Ну, вот здесь вот первых отношений, здесь вот, возможно, вы накопили опыт, который вы видите вот в этих отношениях новых. он прямо пропорционален вашему первому партнёру. Вы хотите мужчину, который был полностью, ну, вот сидел с вами дома, был рядом с вами, вот ещё раз повторяю, да? Сохранял семейный уют, не ходил налево, не ходил направо. Вот такая некая стабильность, где человек, может быть, он обещал вам какое-то интересное, стабильное будущее, и вас он более устраивает. Ну, здесь много чего может быть, но факт в том, что интересного партнёра у вас есть. Вы хотите стабильности, какой-то ясности, стабильности. Что же вы должны всё-таки сделать на самом деле? Вы должны принять какое-то решение, и достаточно быстрое решение. Нужно принять, тянуть здесь не нужно совершенно. Нужно выбрать всё-таки. Но выбрать что? Как вы должны это сделать? Ну, вот видите, туз мечей, туз мечей говорит, что нужно всё-таки, что сделать? Закончить отношения с первым партнёром. Мне так показывают карты. Туз мечей, это рубит туз мечей. Возможно сказать, признаться первому партнёру, и достаточно быстро не тянуть время, дабы не потерять второго партнёра. Честно признаться, что вот в вашей жизни появился другой человек. И разрешите эту ситуацию, чем быстрее, тем лучше. Не нужно скрываться, не нужно бояться, не нужно прятаться. Туз мечей всегда показывает о разрыве отношений с первым партнёром. Нужно прояснить ситуацию. Чем быстрее, тем лучше. Потому что, если вы будете тянуть ситуацию, это будет очень чревато для вас в будущем. Что же всё-таки вам даст в конкретном результате? Что всё-таки может произойти? Я вижу орган дьявола. Оркан дьявола нам показывает, что если вы закончите отношения с первым партнёром, вы приобретёте очень много интересного в первом партнёре. Вы знаете, в интимном плане здесь много всего интересного будет. Мужчина более активный, более интересный, более такой... Любовь у вас будет сильная. Почему? Во-первых, потому что здесь я вижу роковую любовь по органу дьявола. Такое чувство, что вы встретите то, кого вы долго искали. Но, к сожалению, это произойдёт, может быть, каким-то упадническим способом для первого партнёра. Но Королева Мечей показывает, что сделать это нужно для того, чтобы получить свою роковую любовь всей своей жизни. Вот такой, дорогие мои, для вас расклад я сделала. Делайте выводы. Вы можете прислушаться к совету карт, можете не прислушаться к совету карт. Но со вторым партнёром, я смотрю, здесь ждёт очень интересное будущее. Такое, знаете, тут будет всё. И будет и любовь, и будет всё. И будет ссоры. Но будет, знаете, как говорится, увлекательно, интересно. А жизнь будет бить ключом. Ну, и либо партнёр, который аркан повешенного, где уже, как говорится, всё ясно и всё понятно, и ничего больше нового здесь не увидите. В принципе, решайте сами, мои дорогие. Вот такой для вас расклад. С вами была Викана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова